Владимир Иванович Мартынов, замечательный депозитор, которому, к счастью, как бы тесно, как бы в самой музыке. И поэтому он использует еще одни формы, очень часто, которые переходят, естественно, в другие системы художественные. Как в данном случае, на нашей выставке, вы видите его такой совмещенный экран, экран с двумя проекциями. К сожалению, может быть, он не прокомментирован, этот экран. Где он на экране, на двух экранах, с этих совмещенных экранах, происходит такая судьба, реализуется судьба двух композиторов, это Вагнера и Майера. Где на одном экране мы демонстрируем, вот Владимир Иванович показывает фильм «Лени и Финштайль. Триумф в воле», где фильм, буквально документальный фильм, в съезде нацистской партии 134-го года в Нюрнберге. И он начинается с момента, когда прилетает Гитлер в Нюрнберг, и крыло самолета перекрывает храм нюрнбергский, и звучит музыка Вагнера. И музыка Вагнера была использована в определенных правгандистских целях, в культуре Германии 30-40-х годов. Эта музыка была потом запрещена, ее исполнение было запрещено в Израиле. И где умирает герой? Висконти. Висконти, прошу прощения, да. Где происходит смерть героя, и этот герой для Висконти имел образ Майера, и идет такая физическая смерть, реальное умирание, но одновременно это умирание эпохи. Умирание тоже определенной музыкальной культуры. Ну, Владимир Иванович, он в своей музыке использует часто совершенно, казалось бы, людей, которые должны были появиться в его композиции. Как, например, группа «Аукцион» с Леонидом Федоровым появляется в его музыке. И вот был один эксперимент. Зимфирой был один эксперимент. Ну вот, не знаю, насколько он был удачен. Может быть, Владимир вам все расскажет об этом опыте. Ну и, собственно, я думаю, что книги, которые вот выходят уже, лично у меня как бы четыре книжечки есть, а их, мне кажется, уже шесть книжечек. И вот само творчество нуждается еще в дополнительном таком текстовом осмыслении. Вот тоже будет какая-то удивительная связь между музыкой, акустикой и самим текстом. Ну и проблема также, вот, в книжках, также она возникает. Вот эти пограничные ситуации визуальной культуры или текстовой культуры с музыкой, где история музыки сопровождается определенными взглядами вообще на историю всей культуры. И сами книги приобретают такой странный характер по своей драматургии, где встречается, вот, реальный документ и личное свидетельство, глубоко инсистенциальное свидетельство, там, предположим, связанное с переживанием детства, вот, Владимир Иванович. Ну, собственно, вот, я думаю, сейчас начнется. Я не знаю, как оно будет конкретно происходить, но единственное, мы хотели попросить, чтобы потом еще вот что-то было бы исполнено, да, это произойдет. Ну, посмотрим, да. Ну, спасибо, пожалуйста. Да, знаете, просто хотел бы так это, свободно построить этот разговор, и даже не совсем так, вы, может быть, представляете, чем он микрофон, чем он крутится. Вот. Ну, сначала хотел сказать, что немножко странная для меня вот формулировка сегодня темы, я не видел, где она там вынесена, но где-то, вот, как Виталий говорил, что Кагаш в музыке, мне кажется, что это немножко не точно для темы, потому что с музыкой тут довольно все проблематично говорить именно о Кагаже, потому что если сейчас чуть-чуть вот в историю даться, то, конечно, Кагаш прежде всего связан с кубизмом, это с Пикассо, с браком, который начал вклеивать вот бумажки и обоины, эти самые разные обрывки. Это связано с Кутером Швиттерсом и с Дадой. Вот. И как бы в это время получается вот те композиторы и те музыкальные произведения, которые современные этому, и Пикассо, и Швиттерсу, и вот этим Кагажным вещам, которые очень обильно были представлены в изобразительном искусстве, вот как-то в музыке этого почти что, почти что нету. Но вот таким исключением, крестоматериным, является концерт-бэнда скрипичный, где использован хора Баха. Вот. А значит, если говорить, можно говорить, наверное, о каких-то Квазе-Кагажах, где композиторы используют как бы вот эти низкие жанры, ну, они не всегда даже, они натуральные, а они как бы их стилизуют. Это и у Стравинского, это и у Шостаковича, и у Хендемита. Но вот говорить о чистом Кагаже музыке вот в первой половине 20-го века все-таки достаточно проблематично. Картина меняется в середине века, значит, вот уже в 50-е, в 60-е, в 70-е годы. Я не буду на этом сильно останавливаться, но все же вот надо сказать, что у нас вот такой апогогет Кагажа, и именно он очень много об этом говорил, и именно вот в этой терминологии, как Кагаж, это Альфра Шнитке. Он просто так, значит, у него был целый ряд и в свое время очень таких фундаментальных выступлений, показов, вот на примере симфонии Пио 68-го года, в которой тоже очень сильно использован принцип Кагажа. И, в принципе, значит, вот можно сказать, что в какой-то момент вообще Шнитке поднял на знамя вот этот принцип Кагажа и очень пропагандировал как теоретически, так и в своем творчестве. Ну вот тогда же, значит, если говорить о моем отношении и тогдашних вот начавшихся расхождениях со Шнитке, то мне казалось, что вот эта вообще сама идея Кагажа, она несколько недостаточна и несколько нефундаментальна, если так сказать. И, значит, ну что такое Кагажа? Это просто вклеивание в свое произведение фрагментов каких-то других произведений. В принципе, это даже может быть, как бы там ничего авторского нет, и все как бы на этих клейках, но все равно вот эта цитатность, она мне представлялась как бы не совсем теоретически дотянутой. И вот этим термином он обозначал метод первобытного мышления. Я сейчас тоже не буду на этом останавливаться, потому что, ну, наверное, вы все это хорошо знаете, но просто, значит, в чем этих метод заключается? То, что существует ряд каких-то, есть модули, есть какие-то вот эти самые фрагменты, модули, и, собственно говоря, вот этот метод заключается в том, что все свойство как комбинаторики вот этих самых модулей, нет ничего другого, кроме них. И, собственно говоря, вот произведение, если мы скажем, приказарное произведение, оно ничем не отличается, собственно говоря, в принципе, от самого этого набора, только отличается, ну, какой-то другой комбинацией. И вот здесь мне надо, я должен сказать, что вот у меня в 70-е годы было такое для меня, такое тоже совершенно фундаментальное открытие, которое меня совершенно потрясило. просто я этим, просто, наверное, были специалистами диабетиста, которые это было ясно им и до этого, но, значит, здесь у меня произошло вот это соприкосновение и открытие знаменного раскрева, древнерусского знаменного раскрева. И когда я начал серьезно заниматься, вдруг я выяснил, что, то есть это не я выяснил, но это было ясно еще и в 19-е веке, это Бражников делает эти открытия, и Разумовский, и так далее, что весь знаменный распев, это, строго говоря, строжайший бритогаш, или еще, если, точнее сказать, центон. Причем строжайший центон, что поразительный. И, значит, ну, цент, просто тоже могу такую справку дать, если кто не знает, значит, это от гатинского слова госпут цент, значит, это госпутная техника. В принципе, эта техника была известна еще и в античности, и в раннем-средневековье, и техника эта сводится к тому, что составляется какой-то текст, или стихотворный, или прозаитический текст, но он состоит целиком из цитата.